Привет, друзья! Моё сегодняшнее видео снова носит двойное назначение, как и предыдущее видео про Tattoo Compact. В сегодняшнем видео только я буду менять шарикоподшипники в катушке Shimano Kassitos и попутно поделюсь с вами своими впечатлениями, которые остались у меня от использования этой катушки в 2016 году. Ну, в данном случае конкретно осенний сезон, он переловил у меня кучу щук, я с помощью его переловил кучу щук, на него пришлись достаточно большие нагрузки, но в общем-то расскажу о своих каких-то впечатлениях. Также хочу заглянуть вовнутрь этой катушки, правда для замены шарикоподшипников этого не требуется, они меняются проще, чем в Tattoo, в крышке и вот здесь, но тем не менее катушку разберу, загляну вовнутрь и попутно расскажу, как я провел с ним осень. Начнем! Итак, что же нам понадобится для замены подшипников? Инструмент, который вы видите на этом столе, он точно такой же, как и в моем предыдущем видео про Tattoo Compact, на нем подробно останавливаться я не буду. Также, естественно, сами подшипники. В данном случае у меня здесь микрокерамика от Hedgecock Studios, и эти подшипники у меня еще стояли на Скорпионе, потом стояли на Хронарх, сейчас вот они перекочуют на Касситас. Ссылки на эти подшипники я дам. Однако сейчас из Японии их заказывать достаточно дорого, они и сами дорогие, плюс доставка, в общем золотые подшипники получаются. Также дам ссылку на Алиэкспресс, где можно купить такие же микрокерамические подшипники намного дешевле, почти в три раза. Я думаю, не думаю, что они чем-то сильно отличаются, по крайней мере, вот такое мое мнение. Ну а вы решайте сами, где их брать, там или там. Что ж, как я уже говорил, подшипники меняются в Касситасе намного-намного проще, чем в Tattoo. В крышке замена аналогичная, то есть вытаскивается скоба, пружинка удерживающая здесь, сам подшипник. В комментах к предыдущему видео мне подсказали, что надо это все на самом деле просто одеть на руку пакет, и тогда никуда ничего не убежит. Хороший совет, но на видео сейчас не буду этим пользоваться, буду, так сказать, рисковать. Ну и для наглядности, потому что с пакетами шуршать не хочу, сейчас достаю стопорок. Так, стопорочек достал, без каких-либо проблем, никуда ничего не убежало. Вот здесь, как видите, подшипник не выпадает, а это значит, нам надо достать его вот таким вот нехитрым съемником, который сделан из скрепки. Иногда очень-очень-очень трудно достать из гнезда подшипник, но в данном случае это проблем никаких не вызвало. Собственно говоря, вот он лежит подшипничек, все с ним в порядке, наверное, надо здесь немножко протереть. Излишки смазки я удаляю ватной палочкой, а для промазывания подшипника, смазывания подшипника, я буду пользоваться вот таким вот маслом. Это, опять же, фирменное масло от Hedgehog Studios, ультралайтовое, то есть это ультралегкое масло для того, чтобы, ну скажем так, заброс как можно был более легкий. На самом деле это масло можно заменить, скажем так, не покупая у Hedgehog Studios, можно в любом городе есть, скажем, магазины, которые торгуют стоматологическим оборудованием и запчастями к ним. Так вот, там есть масло для турбин стоматологических машин. И, насколько я читал, оно, в общем-то, с этим, ну нет, неправильно, не то, что оно, наверное, с этим маслом похоже, но, тем не менее, оно является альтернативой, наверное, этому маслу. И служит часто для смазки и гибридных керамических шаров, и вот таких вот микрокерамических шаров. Собственно говоря, эти подшипники у меня уже смазаны, мне остаётся только их поместить в обойму, ну и закрыть, соответственно, скобой, для того, чтобы он не убежал во время эксплуатации. Всё, в крышке подшипник заменен. Второй подшипник у Касситоса располагается под гайкой механического тормоза. Его замена, в общем-то, намного проще, чем в Дайве, как я уже сказал. Просто надо открутить саму гайку, вынуть пружинку, всё. По сути, замена подшипников на Шимана Касситос, да и на многих других Шиманах, оп, намного проще, чем на Дайве. Для этого не нужно плясать с бубном, и, естественно, для смазки это намного лучше. То есть, достаточно извлечь подшипник, промыть, произвести техническое обслуживание и всё. В Дайве же придётся снимать крышку. В принципе, это тоже ничего сложного, но, опять же, лишний раз откручивать, ну зачем, если можно сделать проще. Так, собственно говоря, сюда я устанавливаю подшипник от ёжиков. Пыльником он устанавливается кверху, вот таким вот образом. Опять же, чтобы в него не попадала лишняя грязь снаружи, и его легко было промазать. А сюда, в крышку, я установил наоборот, то есть, перевернул, ну, соответственно, чтобы со шпули не лилась вода под пыльник. И, вот, кстати, слово пыльник, мне там все подсказывали в комментариях, которое вылетело у меня из головы. Соответственно, здесь пыльником наружу, и здесь пыльником внутрь. А чтобы для доступа, для смазки было всё снаружи видно и доступно. Вот, вот так. Надеюсь, в видео это будет всё хорошо видно. Собственно говоря, и всё. Теперь я сейчас попутно буду рассказывать о своих впечатлениях о коситосе, ну и посмотрим, давайте, что там внутри. Я сначала не хотел подробно останавливаться на том, как я раскручиваю катушку, и, в общем-то, я не буду этого делать. Просто хотел один момент вам показать. Вот здесь, когда снимаете звезду фрикциона, так, спокойно, будьте осторожны, чтобы не потерять. Вот здесь пружинка находится, и, не знаю, такой пыптик, назовём его пыптик, который, в общем-то, отвечает за треск самого фрикциона. Потому что выскочить эта штука может легко, а найти её будет очень сложно. В остальном же разборка этой катушки, она точно такая же, как и разборка любой другой катушки, ну и предыдущего дайва, я там на видео её разбирал. Всё то же самое, никаких, в принципе, кардинальных отличий или что-то ещё нет. Поэтому я сейчас вернусь, скажем так, к вам через секунду, когда уже будет у меня видно главную пару. Ну что, торжественный или трагический момент. Снимаю крышку. И давайте будем вместе с вами смотреть. Крышку положу вот так. Смотреть, что же тут у нас с вами. А у нас здесь с вами большущая главная пара, не меньше, чем на татуле. То есть, по мощности эта катушка, в принципе, по своим внутренним, так сказать, показателям, я так понимаю, что будет она не хуже татулы. Но, учитывая того, что здесь используется пластиковый композитный корпус из материала XTG, кажется, 7. Всё-таки, всё-таки, я скажу, что, скорее всего, ну, я бы её использовал грамм до 30 включительно. Однако, вполне возможно, она потянет и больше, что, скорее всего, она потянет гораздо больше, но, тем не менее, просто. Бережёного бог бережёт, сказала монашка, одевая презерватив на свечку. Касаемо, так, вот тут, надеюсь, на видео всё будет видно, я тут показываю. В общем-то, катушка ещё находится в плане ТО, даже в хорошем состоянии ТО. Возможно, ей сейчас делать никакого не надо, можно ещё половить. Касаемо впечатлений о эксплуатации этой катушки в течение сезона осеннего. У меня лично сложились только в положительные впечатления. Ничего негативного сказать не могу. Мне очень нравится реализация новых шамановских тормозов. Я тут шпуля была, которые сделаны немножко по-другому, чем предыдущие. Допустим, вот, как вот эти вот. И, на мой взгляд, тормоза на касситосе работают лучше. Да, это не только, на мой взгляд, это ещё подтверждается разными пылевыми испытаниями. Джик касситос однозначно кидает дальше. Ну, и мне кажется, что по комфорту с фоблерами стало чуть лучше. Хотя и предыдущие, как бы, тормоза работали очень и очень хорошо. Это я в плане, вот, именно комфортности и удобства использования этой катушки. В плане того, что её каких-то, ну, не знаю, изменений никаких в работе за то время, когда я её эксплуатировал, я не заметил. То есть, она, на неё пришёлся, как я и говорил, уже основной сезон. То есть, с сентября, грубо говоря, по ноябрь основные много щук было поймано этой катушкой. Ни в звуке, ни в чём другом изменений лично я не заметил. Как работало, так и работает. Не знаю, что ещё сказать. На мой взгляд, и для новичка, и для человека, который, в принципе, не хочет тратить много денег на снасти, на мой взгляд, является эта катушка неплохим выбором. Если, как бы, ну, вы не заинтересованы купить катушку выше классом, где везде подшипники стоят там. Ну, и, соответственно, что-то улучшено. Единственное, что мне хотелось бы, ну, да, возможно, не знаю, как, конечно, у меня планы, они у меня меняются часто. Сначала хочу одно, потом другое. Я бы хотел сюда более мелкую шпулю. Ту шпулю, которая используется в Коситас МГЛ. Это, по-моему, 15 или 16 весит грамм. Я не помню точно, смотрите мой обзор на Коситас. А там она весит 12. Вот сюда 12-граммовая шпулька, как раз бы, ну, вот то, что надо вообще. Кстати, касаемо весов, я в основном использовал эту катушку на удочке до 21 грамма. Хотя она стояла у меня и на 28, и на 14 стояла. Но вот как-то с X-Crosser она у меня потом подружилась. И я её использовал в основном до 21 грамма. И, соответственно, воблера в основном у меня были иногда 130, но в основном 110 размер. И с их забросом и комфортом этого заброса просто отлично. Собственно говоря, мне понравилось. То есть, 90-е, 80-е иногда, ну, вот, 110, 90, 80, иногда 130. В этом диапазоне воблеров она мне, как бы, удовлетворили. Её возможности по кастингу меня удовлетворили. Касаемо джига, ну, я и тоже джиговал, с лодки каких-то супер далёких перспектив в плане заброса я не ставил. Но, опять же, те, то, что я хотел, она выполняла. Сейчас я хочу катушку эту собрать обратно и показать, как, собственно говоря, крутится шпуля на микрокерамике. Это меня попросили сделать в комментах на Tattoo Compact, но я покажу на этой катушке. На ту катушку я не делал. Сразу скажу, что время вращения особо ни на что не влияет, но просто для наглядности давайте глянем, как крутится шпулька. Что ж, катушка собрана. А давайте для тех, кто интересовался, я сейчас крутану шпулю. Осевой тормоз у меня настроен на лёгкий люфт шпули. Вот не знаю, сколько она будет крутиться, много это или мало. Сами замеряйте, кому интересно. По своему опыту скажу, что это ни на что, в общем-то, не влияет. Всё познаётся уже непосредственно. Весь контраст разности работы с разными подшипниками уже будет виден на воде. Когда вы с одной и той же удочкой, сначала эксплуатируя на обычных шариках, потом начнёте эксплуатировать на керамике, на микрокерамике. И, в общем-то, вы, я думаю, что заметите, особенно на мелких приманках, насколько будет раньше старт, насколько будет точность возрастёт. Ну, по дальности там обычно это всё 2-3 метра. Особые роли, как правило, не играют. Все ссылки на том, о чём я здесь говорил, размеры подшипников, катушку я дам в описании. Также продублирую в комментариях, так что ищите там. И в заключение, пожалуй, скажу, что насчёт минимально забрасываемого веса. Если мне не изменяет память, я этой катушкой кидал от 5 грамм. Джик летит вообще без проблем. Воблер, по-моему, это был 56-й крэкджек, тоже я кидал отлично. Особенно это удивительно, учитывая, что я кидал на палке на басовике 5.21. Это Hornet Stinger. Я думаю, что если бы палочка была более, скажем так, более мягкая, было бы ещё лучше. Однако, всё равно скажу, что с воблерами всё-таки не стоит питать иллюзий. Эта катушка лучше раскрывается от 7 грамм. Джик вполне 5 грамм с приманкой без проблем. Плетни у меня на тот момент, на момент, когда я это кидал, было намотано примерно... Ну, эта же плетня была примерно столько же, учитывая того, что за сезон сколько-то там подрезалось. Наверное, на этом обзор могу считать свой законченным. Надеюсь, он оказался вам полезным. Подписываемся, оцениваем пальцами вверх, пальцами вниз. Распространяем, буду за это признателен. До скорых встреч. Пока-пока. Распространяем.